Разукрупненные данные по полу, возрасту и наличию инвалидности, также называемые SADDD, представляют собой данные с разбивкой по полу, возрасту, инвалидности и другим факторам неоднородности. Сбор и использование данных SADDD помогает нам понять, как кризисы могут по-разному затрагивать женщин, девочек, мужчин и мальчиков во всем их многообразии, и позволяет корректировать программы для удовлетворения потребностей населения. С учетом гендерных аспектов, без данных SADDD разница в воздействии бедствий на уязвимые группы часто становится неочевидной, вследствие чего стратегии, планы и программы СРБ часто не учитывают потребности. Факторы уязвимости, возможности и приоритеты таких групп населения Данные с разбивкой по полу, возрасту и наличию инвалидности в сочетании с качественными данными помогают нам сформировать нормы снижения риска бедствий с учетом прав человека, отвечая на такие важные вопросы, как Про кого забыли? Какие права находятся под угрозой? Кто должен что-то предпринять по этому поводу? Что необходимо, чтобы начать действовать? Например, в одной из стран после разбивки данных о смертности в результате бедствий по наличию у погибших инвалидности, выяснилось, что смертность среди людей с инвалидностью была вдвое выше, чем среди населения в целом. После этого в закон этой страны о бедствиях были внесены изменения, в соответствии с которыми на муниципалитеты возлагается обязанность составлять список лиц, нуждающихся в помощи при эвакуации. Для включения в этот список лица с инвалидностью должны обратиться в местный орган, отвечающий за борьбу со стихийными бедствиями. При сборе данных с разбивкой по полу, возрасту и инвалидности для системы мониторинга СРП можно предпринять. Следующие ключевые шаги. 1. Использовать существующие источники данных, такие как Статистика по гендерному соотношению населения и данные мониторинга всех индикаторов ЦУР, учитывающих гендерный аспект в условиях вашей страны, чтобы использовать их при разработке механизмов оценки. 2. Классифицировать данные, собранные в разбивке по возрасту, полу и инвалидности, путем проведения обследований. На индивидуальном уровне, в которых мужчины и женщины опрашиваются отдельно в каждом домохозяйстве. 3. Убедиться, что структуры, занимающиеся сбором данных, привлекают и тщательно обучают переписчиков, которые являются типичными представителями опрашиваемого населения, для повышения достоверности собираемых данных и SADDD. 4. Вовлекать на полноценной основе наиболее уязвимые и подверженные воздействию бедствий группы населения в процесс планирования проведения оценок и анализа полученных данных, уделяя особое внимание участию женских организаций и сообществ, а также организаций инвалидов. Для предоставления данных SADDD в системе мониторинга СРП, в соответствующих целях глобальной отчетности, предусматриваются категории разукрупнения данных. Например, если вы хотите указать, сколько мужчин и женщин, людей разных возрастных групп, лиц, живущих за чертой бедности, инвалидов погибло в результате бедствий. В разделе А2 вы можете ввести эти данные с разбивкой по указанным категориям. Если вы хотите выполнить дальнейшую разбивку по таким категориям, как типы угроз или географическое расположение, страновый координатор должен будет настроить разбивку с учетом характеристик вашей страны. Наведите указатель мыши на кнопку «Глобальные цели» и выберите пункт «Настроить». Войдите в раздел «Разбивка» в меню слева и добавьте соответствующие категории разбивки данных. Для своей страны, например, нажмите кнопку «Выбрать угрозы», чтобы добавить разбивку по типам угроз. В результате появится список различных угроз. Хотя большинство типов угроз уже включены в этот список, вы можете выбрать команду «Добавить», чтобы ввести дополнительный тип угроз. Если вы хотите удалить какой-либо тип угроз из разбивки, щелкните на значке «Экс» и подтвердите удаление. Нет необходимости настраивать каждую категорию разбивки данных, просто сосредоточьтесь на создании тех категорий. Данные по которым собираются в вашей стране, чтобы соответствующие учреждения могли предоставлять дезагрегированные данные. После того, как вы создали необходимые категории разбивки данных, они появятся в опции. Option for Related Indicators. Разбивки соответствующих индикаторов.